Дорога Бишкек-Арабалта Сейчас эта шестиполосная современная трасса, отвечающая всем стандартам, говорят авторы проекта, использовались высококачественные материалы и на всех этапах проводились тщательные лабораторные исследования. По размерам будет действительно 20%, хотя 20% дабы, что мы находимся. Инженер лаборатории показывает качество использованного при строительстве асфальта. Самое главное – соблюдать правильные пропорции строго по ГОСТу. Состав каждой смеси подбирается индивидуально, с учетом климата, транспортной нагрузки и других особенностей конкретной дороги. За счет этого улучшается качество и долговечность покрытия. Битум должен соответствовать нормам в асфальте. Мы снимаем керн и изучаем состав асфальта, какие пропорции, сколько процентов битума. Смотрим, какое качество асфальта получилось. Количество битума по стандарту должен доходить до 6%. Битум, дай сейчас процент ускорить. Битум стандартный, 4-5%. Асфальт – это смесь щебня и песка с нефтяным вяжущим битумом. В дорожных работах его активно начали применять только в начале 20 века. Но за 100 с лишним лет он успешно потеснил всех остальных конкурентов в этой сфере. В настоящее время более 90% автомобильных дорог в мире, за исключением грунтовых, асфальтовых. На том станке мы создаем такую форму. Потом каждую форму мы проверяем на плотность, проверяем лабораторную плотность. Потом сравниваем с керном, который был снят с готовой дороги. Асфальт – это стандартный, который был снят с готовой дороги. Долговечность будущей трассы зависит не только от свойств верхнего покрытия, но и от надежности всей дорожной конструкции в целом. Дорога Бишкек-Карабалта послужит десятки лет, уверены работники лаборатории. Прежде чем начать укладывать асфальт, здесь проводилась внутренняя проверка строительных материалов. Здесь мы проверяем качество щебня. Все камушки не должны быть меньше определенных стандартами размеров. Работники строительной компании показали еще одну лабораторию, где проводят проверку дорожного полотна. Оно является трехслойной. Верхний слой, по словам специалистов, 6 сантиметров. Общее асфальтовое покрытие на трассе Бишкек-Карабалта – 23 сантиметра. При реконструкции дороги использовались местные высококачественные материалы. Плотность асфальта нижнего и верхнего слоев превышает минимальные допустимые значения. После укладки асфальта лаборантами были взяты образцы керна, проводились испытания. Тщательная проверка качества асфальта сейчас стоит на первом месте, оно и понятно. В ноябре этого года подрядная компания подверглась критике со стороны государственных ведомств. Гострой выявил низкое качество дорожного строительства автодороги Бишкек-Ош на участке Бишкек-Карабалта. Китайская строительная компания сразу же устранила все недостатки. Подрядная организация провела замену верхнего слоя дорожного полотна на одном из участков. Недостатки будут устранены сразу, скажу вам, за счет подрядчика. Эти недостатки были выявлены в течение вот этого года. Этот год у нас период ответственный за недостатки строительства. И после того, как комиссии выявлены недостатки строительства, ну, во-первых, эти недостатки выявлены самим заказчиком, самим инженером и самим подрядчиком. По информации Гостроя, проверка проводилась совместно с консультантами независимой компании, инженерами Минтранса, а также специалистами китайской компании. Были выявлены многочисленные нарушения и несоответствия по качеству дорожного полотна. В результате проверки Департамент государственного архитектурного строительного контроля при Гострою дал рекомендации все это устранить. В проезжей части в основном были выявлены наличие колеи на верхнем слое асфальтобетона. Были произведены контрольные замеры. После этого было дано указание специалистам консультанта, инженера проекта. И весь участок был осмотрен на наличие этих дефектов. Всего на участке Бичкека-Харабалта было выявлено порядка менее 7% дефектов от общей протяженности дороги. Конкретные причины появления дефектов, конкретно одну единственную причину сказать тяжело. Вот указать, вот из-за этой причины появилась колея. Это может быть совокупность причин. Это может быть аномально жаркая погода в летний период. Также это может быть нагрузка на дорожное полотно по оценкам специалистов консультанта. На сегодняшний день все дефекты были устранены. Шестиполосная трасса Бичкека-Харабалта сможет выдержать интенсивное движение любого автотранспорта, говорят специалисты. Это стационарный асфальтовый завод китайского производства. Он находится в Сокулукском районе в непосредственной близости к трассе Бичкека-Харабалта. Мы представители компании China Railway номер 5. Мы реконструировали более 50 километров дороги Бичкека-Харабалта. Это первый проект. Второй проект это 7 километров дороги от авторынка до Киркомстрома. Реконструкцию трассы Бичкека-Харабалта проводила китайская компания China Railway. Работы, которые длились несколько лет, измучили водителей, пользующихся этой дорогой. Сейчас проблем никаких нет. Созданы все необходимые условия, как для водителей, так и для пешеходов. Было установлено дорожное освещение по периметру всей трассы, а также отремонтированы подземные переходы. Были возведены 114 проектных автобусных остановок. В общей сложности на дороге есть 10 подземных переходов. Из них 6 построены недавно. 4 существующие подземки мы отремонтировали и провели реконструкцию. На седьмом километре дороги есть 3 подземки. Мы их тоже отремонтировали. Он обязан провести работы по ремонту дефектов за собственный счет, заверяет в Минтрансе. Автомобильная шестиполосная трасса, по словам специалистов, снизит нагрузку и позволит повысить удобство для граждан при въезде и выезде в столицу страны.